Добро пожаловать на Лемарк чемпионат России по мотокроссу 2024 года. Первый этап наших соревнований состоялся в Набережных Челнах в Татарстане и сегодня в эфире наша традиционная программа, посвященная прошедшему этапу. Календарь Лемарк чемпионата России 2024 года включает в себя 7 этапов. Это будет очень интересное зрелище, начиная с конца июня и вплоть до середины сентября. Пилоты разных классов будут бороться за победы в гонках, за победу в Лемарк чемпионате России. Ну и конечно же мотокросс по традиции это тот вид мотоспорта, который привлекает огромное количество внимания к себе со стороны простых болельщиков, со стороны профессионалов. И конечно же со стороны любителей мотоспорта, любителей двухколесной техники со всей страны. Ну и сам по себе, понятное дело, чемпионат России, он всегда вызывает повышенный интерес, но в этом году, я думаю, это будет такое особое зрелище и будет много действительно классных и интересных гонок. Ну а в Татарстане у нас состоялся первый этап, первый этап Лемарк чемпионата России по мотокроссу, куда, кстати говоря, приехали пилоты со всей страны. Но в нынешнем сезоне, как мы знаем, Лемарк чемпионата России, так же как и Винлайн чемпионат России по суперкроссу, входят в Russian Grand Prix, да, в такую новую гоночную серию. Все гонки этой серии будут показываться на портале ymstv.ru. Ну, пока портал у нас работает в таком тестовом режиме, да, так можно сказать, там работает пока всего лишь одна страница, но скоро уже заработает такая полноформатная версия, и сейчас те сложности, которые есть с регистрацией, которые испытывают пользователи, сейчас это все в самое ближайшее время будет поправлено и исчезнет. Ну, а мы с вами смотрим обзор первой гонки в классе Open, это очень интересная гонка, ну, напоминаем, да, что на протяжении нескольких дней, как правило, проходят соревнования, и сейчас мы в обзоре посмотрим все те гонки, которые входят в статус чемпионата России. Ну, старт первого заезда в классе Open, и здесь холлшот выигрывает Александр Бугреев, пилот, который вступает под 444 номером. Александр представляет город Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ Югру, ну, и едет он на мотоцикле марки КТМ, ну, как мы знаем, да, что, в общем-то, КТМ это такая вообще очень интересная техника, очень стабильная, и в рамках чемпионата мира по мотокроссу, ну, и вот в российских условиях тоже пилоты выбирают и КТМ, и Газгаз, конечно же, традиционные японские бренды Yamaha, Honda, они сейчас немножко, ну, скажем так, на периферии находятся, хороших результатов, но, тем не менее, вот, если говорить про КТМ, то борьбы тут на мотоциклах этой марки у пилотов получается борьбу взять своим соперникам, такую очень-очень приличную. Но, что касается дальнейшей борьбы, то Александр Иванютин у нас в целом тоже довольно-таки неплохо стартовал, так же, как и его соперники, это Евгений Оленич, Евгений, вот сейчас мы видим, что вместе с Кириллом Козловым располагаются на третьей и второй позициях, соответственно, борьба там очень и очень напряженная. Ну, и мы видим, что у нас падение происходит, к сожалению, это 421-й стартовый номер, пилот, который не смог удержать свой байк, это Максим Комлев, пилот из подмосковного Подольска. Ну, к сожалению, у Комлева здесь такое падение произошло. Ну, а у нас борьба за второе место продолжается и борьба очень и очень интересная, поскольку у Александра и Ванютина и Кирилла Козлова там было такое очень серьезное сражение. Ну, вообще, была моментами и двойная, и тройная борьба, пилоты порой допускали ошибки, даже тогда, когда обходили круговых. Ну, обгон круговых на мотокроссовых трассах, это тоже вообще отдельная история, потому что это очень сложно порой, не все круговые умеют справляться с давлением, да, когда их обходят более сильные гонщики, более сильные пилоты, более быстрые, самое главное. Ну, и смотрим мы с вами, как пилоты финишируют. В итоге Александр Бугреев выигрывает эту гонку. Александр Иванютин, пилот из Приморского края, завершает заезд на второй позиции. Ну, и Кирилл Козлов, который также выступает за Приморье, город Большой Камень, он финиширует на третьей позиции. Александр Бугреев на мотоцикле марки КТМ выступает, что касается Иванютина и Козлова, то они в чемпионате едут на мотоциклах марки Газгаз. Ну, вообще, это испанский бренд, как мы знаем, мотоциклов, который входит в группу КТМ, и фактически КТМ владеет этим брендом. Ну, по большому счету, если говорить про чемпионат мира, да, то это одна большая команда. Ну, а здесь у нас пилоты выступают вот на мотоциклах, фактически, таких суббрендах по отношению друг к другу. Но, тем не менее, Бугреев и Иванютин Козлов, они молодцы. У Евгения Топского тоже получился хороший старт и хорошее выступление. Дальше, друзья, мы с вами перемещаемся уже на первую гонку следующего класса. И здесь тоже есть на кого посмотреть. Семен Рыбаков, например, да, это пилот из города Коврово Владимирской области. Пилот, который выступает за сборную Санкт-Петербурга ТОСААФ Мототрек SMX, но выступает тоже на мотоцикле марки Газгаз. Ну, и вот это класс МХ2, БАИК МХ2. Стартовый рейс сейчас первой гонки мы с вами наблюдаем. И давайте посмотрим, кто из пилотов сумеет здесь либо одержать победу, либо, соответственно, хорошо себя проявить, потому что это тоже очень-очень важно. Ну, и как мы знаем в ботокроссе, очень важно хорошо стартовать, не попасть в какой-то завал на старте. Вот здесь холл-шот достается Эльдару Мухимханову, то есть он становится самым быстрым пилотом на старте, но вообще там на выходе из вот этого первого затяжного виража у нас такие достаточно серьезные падения там произошли в серединке как раз этой большой группы. Эльдар Мухимханов, пилот из Каменско-Уральского, пилот из Свердловской области. В целом проехал он старт довольно-таки неплохо, но дальше Александр Шершнев вышел в лидеры заезда, а Мухимханов был чуть-чуть позади, ну, совсем немного, да, он фактически проигрывал. У Эльдара 784 номер, что касается Александра Шершнева, то у него номер 425, как раз сейчас Александр Шершнев впереди. Это пилот из Челябинска, который возглавляет эту гонку, Мухимханов пока второй, ну и на третьей позиции там Арсений Алсериев. Это пилот из Приморского края, вот он пока на третьей позиции располагается, но и у него отставание здесь совсем-совсем небольшое. И мы видим, что Мухимханов атакует Шершнева в борьбе за первое место, и сдаваться, конечно, Эльдар не намерен. Он пытается Александра опередить, плюс тут же и Семен Рыбаков начинает включаться в это сражение. Семен уже опережает Арсения Алсериева, ну и вот такое у них сражение здесь за третью позицию. Очень и очень интересно было это самое сражение за третью позицию. Ну, я напоминаю, да, что холлшот, конечно, сам по себе, он такого какого-то значительного, наверное, результата не добавляет к итогам гонки, да, но выигранный старт тебе позволяет затем более уверенно чувствовать себя на гоночной трассе. И борьбов действительно много, у Алсериева была небольшая ошибка, вот как раз Семен Рыбаков этим воспользовался. Затем Рыбаков сумел опередить уже и Эльдара Мукимханова, вышел на второе место. Что касается, в свою очередь, борьбы за третью позицию, то Алсериев также Эльдара Мукимханова сумел опередить и вышел уже на третью позицию. Ну, а что касается Шершнева, то он у нас тут здесь уперся в одного из круговых, и Александр Шершнев немножко тут занервничал. И вот эта нервозность, вот этот стресс и работа под давлением, таким образом, Александру Шершневу очень сильно ауклилось, да, потому что Шершнев таким образом оказался под еще более серьезным давлением. Вот под четвертым номером у нас как раз едет Семен Рыбаков, и Семен Рыбаков очень активно начал в какой-то момент времени накатывать на своего соперника. Ну, и в конце концов Семен Рыбаков сумел также опередить Александра Шершнева, но в принципе в какой-то момент времени у Семена Рыбакова произошло примерно то же самое, что и у Александра Шершнева. Он тоже ткнулся в круговую, пилот, которого уже опережал на круг, и чуть не потерял лидерство в этом заезде из-за того, что вот какое-то количество времени потерял за более медленным пилотом. Но, тем не менее, именно Семен Рыбаков у нас в данный момент лидер этой гонки. Что касается второго места, то там борьба между Шершневым и Эльдаром, и Тимхановым, ну и плюс там же еще и ехал Арсений Алсерев, который тоже в этой борьбе за попадание на вторую ступеньку педестала участвовал. Ну, и в этой борьбе мы видим, что в конце концов Шершнев все-таки сумел выиграть второе место, а вот в сражении за третью строчку там уже Эльдар Мухимханов и Арсений Алсерев боролись. Ну, и в конце концов именно у Арсения получилось Эльдара Мухимханова опередить. Вообще, конечно, каждая гонка здесь в рамках набережной Чернинского этапа Лемарк чемпионата России. Она очень-очень интересной гонкой была, и борьба в каждом вираже была очень напряженной. Ну и плюс трасса сама по себе такая очень скоростная, интересная. Несмотря на довольно жаркую погоду, все-таки трассу проливали, да, и мы видим, что это позволяет в какие-то моменты показывать максимальный, наверное, результат. Нет такой большой пыли. Ну, вообще, в Татарстане, как мы знаем, очень любят авто и мотоспорт, и набережная чемпионат вообще родина КамАЗа, родина гоночного КамАЗа, да, команды КамАЗ-Мастер. Ну, вот, если говорить про мотоциклетные гонки и про мотокросс в частности, то стартовый этап сегодняшнего сезона Лемарк чемпионата России состоялся как раз в финальных чумнах. Так, у нас здесь падение Алфериева в самом конце, Арсений Алфериев упал в самом конце, на тот момент проигрывал там 14 с небольшим секунд, здесь уже оставалось, по большому счету, совсем-совсем немного, но, естественно, этим падением Арсений Алфериева и Эльдар Тимханов воспользовался, и именно Эльдар Тимханов в итоге финишировал в этой гонке на третьей позиции и набрал, соответственно, 20 очков по итогам этого заезда. Семен Рыбаков стал победителем первой гонки, был вот из Коврова Александр Шушнев из Челябинска был вторым, а Эльдар Тимханов из Хаминска-Буральска в итоге финишировал на третьей позиции. Очень обидно, конечно, Арсений Алфериев, который упал, и причем упал-то в самой концовке, когда уже оставалось совсем-совсем немного, ну, что делать, такие результаты тоже, они очень обидные, но, тем не менее, что получилось, то получилось. В любом случае будет еще и вторая гонка в классе боек МХ2, и, соответственно, там, я думаю, попробует все-таки Арсений Алфериев как-то вот справиться с давлением, но эта гонка получилась, на самом деле, очень-очень интересной. Было много борьбы, борьбы невероятно напряженной, что самое главное. Ну и результат этой гонки на ваших экранах. Напоминаю, что в каждой гонке в рамках Лемарка чемпионата России, в рамках каждого этапа в каждом из классов у нас под две гонки, ну, вообще здесь было 8 классов, да, и 360 спортсменов, в общем, пилотов со всей страны. Это очень интересная история, и вот как раз наш отечественный мотокросс, можно сказать, что развивается, потому что все больше регионов задействовано, все больше команд, пилотов. Ну, а мы сейчас будем говорить про класс МХ1, и это тот класс, наверное, который является одним из самых интересных. Тоже пилоты выступают на мотоциклах в 250 кубиков, ну и, соответственно, давайте посмотрим, что в классе МХ1 у нас с вами будет происходить. Здесь, конечно же, все внимание, в том числе и к Евгению Побрашу, пилоту, который под 777 номером выступает. Ну, Евгения, я думаю, все прекрасно знают, что МХ1 уступал в чемпионате мира, причем за топовые заводские команды. Ну, как раз Евгений Побраш у нас и взял холл-шот в этой гонке. Пилот, который выступает под 777 номером, выступает за Приморский край, это мастер спорт международного класса, у него мотоцикл марки «Газгаз» в рамках Лемарка чемпионата России 2024 года. Ну, и вот выигранный старт позволяет Евгению Побрашу довольно умеренно себя чувствовать, хотя там мы видим, что его соперник не отпускает. Тимур Петрашин из Камерско-Уральского, пилот, который выступает под 730 номером на мотоцикле марки «КТМ». И сейчас Евгения Побрашева крессингует, и между двумя пилотами здесь совсем-совсем небольшое расстояние, совсем-совсем небольшой гандикап, но Побрашев пока все равно поддерживает первую позицию, хотя Петрашин его догоняет, и между ними там меньше одной секунды. 761 номер, там тоже у нас мелькнул, это Сергей Брытов, гонщик из Мекеона, да, но он там пока в районе третьего места находится, и сражается он с Артемием Назаровым из Приморского края, это борьба за третью строчку, причем между ними там тоже, по-моему, чуть меньше секунды. Ну а вот и происходит смена лидера, Евгений Бобрашев уступает лидерству в этой гонке. И Тимур Петрашин очень здорово сумел проскочить вперед, и у Тимура Петрашина сейчас мы видим такой достаточно интересный был момент, когда он смог пройти Евгения Бобрашева, но уже не только Евгений Бобрашева прошел Тимур Петрашин, но и стал догонять его и Артемий Назаровым. Мы видим, что Артемий Назаров тоже на буквально заднем колесе мотоцикла Евгения Бобрашева, и Евгений снова находится под таким серьезным давлением со стороны своего соперника. Пытается он сейчас во что бы то ни стало удержать свое второе место, там очень интересная борьба за более низкие позиции, догнали Евгений Бобрашев и Артемий Назаров круговых, и Евгений, кстати, за счет, наверное, большего опыта прошел их без потерь, а вот что касается Артемия Назарова, то Артемий там подзастрял и от Бобрашева немножко откатился. Но, тем не менее, свою третью строчку он не потерял, естественно, но отставание уже стало значительным. Но все-таки еще была возможность и время у Артемия Назарова для того, чтобы Евгения Бобрашева догнать. Он этой возможностью воспользовался. И вот как раз мы видим момент, когда Артемий Назаров атакует Евгения Бобрашева и проходит своего соперника. При том, что между ними даже такое ощущение, контакт здесь произошел. При том, что жесткий был обгон, тем не менее, в рамках правил. И Артемий Назаров таким образом выходит на вторую позицию в этой гонке. Что касается Евгения Бобрашева, то он второе место теряет и перемещается на третью строчку. А Тимур Петрашин при всем при этом, пилот из Каменского-Уральского, он остается на лидирующей позиции. И до финиша, надо сказать, что Тимура Петрашина никто достать не сумел. 730 номер великолепно провел первый заезд в классе MX1. И у него все получилось, наверное, максимально хорошо. Никаких вопросов не было. Ну и Тимур Петрашин, можно сказать, что за явным преимуществом выиграл эту гонку. Потому что его преимущество в итоге на финише над Артемием Назаровым было более 8 секунд. А Бобрашев там отстал на более чем на 10 секунд. И все остальные, Брынтов, Леонов, Баландин, все они уже слишком много проигрывали. Но, тем не менее, первая гонка у нас получилась очень и очень интересной. Тимур Петрашин еще, скажем, выиграл. Евгений Бобрашев стал третьим, Артемий Назаров вторым. И, соответственно, пилоты набрали 25, 22 и 20 очков, соответственно, за первую, вторую и третью позиции. Но не забывайте, что мало выиграть одну гонку, важно выиграть и набрать как можно больше очков и во второй гонке. Потому что при равенстве именно результаты второй гонки они имеют решающее значение. Итак, Тимур Петрашин, Артемий Назаров и Евгений Бобрашев. Такая у нас с вами первая тройка. Дальше Сергей Прытов, Владислав Леонов, Данил Баланец, Владислав Проненко, Данил Кесов, Илья Рыжих, Максим Назаров. Ну и, собственно, те пилоты, которые уже в первую десятку не попали, но на самом деле важно попадать в очковую зону. Мы знаем, что победителем этапа становится тот человек, который набрал лучшую сумму баллов по итогам двух гонок. Ну и, соответственно, будут еще вторые гонки в каждом из классов. И в классе Open, и в классе по ИК МХ2, ну и в классе МХ1, конечно. Так что у каждого пилота, естественно, еще будет шанс себя проявить. Но этим надо, естественно, пользоваться. Напоминаем, что каждая гонка, она здесь обладает таким определенным статусом. Ну и вот старт второго заезда в классе Open на 20 минут плюс два круга. Ну, то есть надо будет завершить тот круг, на котором время гонки истечет, и проехать еще два круга. Здесь ничего не меняется. Правила у нас такие достаточно стандартные, как и на мировых первенствах по мотокроссу. Ну и вот в классе Open старт второго заезда. Он тоже остается за Александром Бугреевым. Бугреев, пилот из Мегиона, 444 номер, выиграл холл-шот, то есть был самым быстрым пилотом на старте уже второй, получается, гонки в классе Open. Ну и преследует его сейчас Александр Иванютин из Приморьева. Александр 571 номер. Напоминаю, что Бугреев выступает на КТМ Иванютин на мотоцикле марки ГАЗ-ГАЗ. Но в целом эта борьба, она была очень-очень интересной. Между ними там три секунды в какой-то момент стало. А вот за пятую позицию у нас тоже было интересное сражение между Торским и Комлевым. В итоге Максим Комлев сумел Евгения Торского опередить. И таким образом вышел на пятую позицию. Но здесь в серединке пилотом, да, в серединке группы было тоже очень много интересных сражений. У Комлева и Торского, Комлев 421 номер, Торский у него мотоцикл под номером 800. То есть в мотокроссе не стоит удивляться. Это не Формула 1. Здесь номера могут быть абсолютно разными и трехзначными в том числе. Но вот Евгений Торский из Краснодара в итоге Максима Комлева из подмосковного Подольска вперед пропустил. Но при всем при этом Анил выступает также на мотоциклах марки КТМ. Дальше интересная борьба была у Костюкова и Барсукова за седьмую позицию. Костюков это Иван Костюков из Омска, да, который тоже едет на мотоцикле марки КТМ. И Владислав Барсуков из Ковровского района Владимирской области, он едет на Ямахе. Вот, собственно, это пилоты, которые выступают под 57 номером. Это Владислав Барсуков и его соперник. Он едет на мотоцикле под номером 43. Но вообще надо сказать, что гонка тоже такая достаточно интересная получилась. Потом и Оленич с Барсуковым боролись за шестое место. Барсуков поднялся на еще одну строчку вверх. Вот финиш этой гонки как раз мы с вами наблюдаем. В итоге у Евгения Оленича из Кургана не слишком, наверное, такой удачный этап. Он в этой гонке занял восьмую позицию. Но Александр Бугреев ее выиграл. Александр Иванютин был вторым. А вот Кирилл Козлов из города Большой Камень, он финишировал в третьем. Притом, что между Бугреевым и Иванютином, обратите внимание, совсем немного времени. То есть меньше трех секунд расстояния. Ну и таким образом Александр Бугреев стал победителем первого этапа Лемарк чемпионата России 2024 года в классе Open. Он набрал в двух гонках 50 очков. У Александра Иванютина, соответственно, получается второй результат. У него 44 очка по итогам двух гонок. Ну и третье место по итогам этого первого этапа Лемарк чемпионата России. Остается Кириллу Козлову, который набрал 40 очков по итогам двух заездов. Дальше класс Баик МХ2. Класс тоже такой достаточно интересный и насыщенный большим количеством всевозможных сражений. И мы видим, что старт этой гонки опять не обходится без каких-либо проблем. Потому что там у пилотов тоже возникают сложности в прохождении первого поворота. Но здесь Эльдар Мукимханов выигрывает холл-шот. Пилот из Каменско-Уральского под 784 номером стал самым быстрым гонщиком на старте. Выиграл холл-шот. Ну и боролся он там дальше уже с Алексеем Орловым за лидерство. В конце концов пилот из Мегиона Алексей Орлов, который тоже так едет на мотоцикле марки ГАЗ-ГАЗ. Он прошел Эльдара Мукимханова. Ну и Семен Рыбаков он тоже Эльдара Мукимханова опередил. Семен это пилот из Коврова. Мастер спорта тоже один из таких выдающихся гонщиков. Один из самых быстрых пилотов чемпионата России. Ну и в конце концов Семен проходит не только Эльдара Мукимханова, но еще и своего соперника Алексея Орлова. Таким он уже становится уже именно Семен лидером заезда, лидером этой гонки. Там в борьбе за третье место у нас сошлись Эльдар Мукимханов и Глеб Беспутин из Каменского-Уральского. Вот их сражение продолжалось здесь на протяжении такого достаточно длительного времени. Ну и в конце концов Глеб Беспутин Эльдара Мукимханова опередил и вышел на третью позицию в этой гонке. Вот как раз момент этой борьбы мы с вами сейчас наблюдаем. Да, Эльдар конечно он не отпустил Глеба Беспутина, но тем не менее вот это их сражение, оно какое-то количество времени продолжалось. Но в конце концов мы видим, что у Эльдара Мукимханова произошло падение. Он на приземлении упал и в итоге в гонку-то он вернулся, но только на четвертой позиции. Ну а здесь за пятое место была очень интересная борьба между Фроловым, Алфериевым и Шершневым. При том, что Александр Шершнев проходит Арсения Алфериева. Что касается Егора Фролова, то Егор тут тоже спуску своим соперникам не давал. Вот такое у нас здесь интересное было сражение. В итоге Шершнев прошел Алфериева. И в конце концов Александр прошел еще и Егора Фролова. И вот эта тройная борьба, она завершается тем, что, в общем-то, Александр Шершнев очень хорошо отработал вот эту часть гонки, да, и действительно очень серьезную конкуренцию навязал и Егору Фролову, и Арсению Алфериеву. В итоге Шершнев прошел и того, и другого. Что касается Егора Фролова, то он какой-то, в какой-то период времени был даже впереди Арсения Алфериева, но Арсений в самый нужный момент этой гонки сумел Егора Фролова опередить. Вот момент их сражения, да, их борьбы. Егора седьмой номер у Арсения Алфериева бортовой тридцатый номер на мотоцикле. Но, в конце концов, эта борьба за шестую позицию, она сложилась в пользу именно гонщика Арсения Алфериева, пилота из Приморского края. Он сумел воспользоваться небольшими там помарками со стороны своего соперника, и, соответственно, Егора Фролова опередил. Но, правда, прежде чем опередить Егора Фролова, здесь ему пришлось очень долго за ним находиться. Но, так или иначе, там гон все-таки в какой-то момент времени состоялся. Еще раз мы с вами смотрим, как проходит на сцене Алфериев Егора Фролова в борьбе за шестую позицию. И, соответственно, теперь вот Арсения Алфериева в борьбе за шестое место. Вроде бы там все было в порядке, да, и все как-то устаканилось, но в какой-то момент происходит падение у Александра Шершнева. В итоге Шершнев из-за своего падения пропускает вперед и Арсения Алфериева, и Егора Фролова. Да, и таким образом он потерял сразу два места в результате этого своего падения, что, наверное, не совсем характерно для Александра Шершнева, потому что это пилот очень высокого уровня, пилот, который, как мы знаем, достаточно стабильно и уверенно едет, при том, что в первый гон именно Шершнев стал вторым. Он проиграл только Семену Рыбакову, а здесь у Александра, понятное дело, таким уж хорошим результатом не получился. Из-за падения по итогам этой гонки он смел набрать только 15 очков. Ну, тем не менее, у Егора Фролова здесь тоже была борьба, он пролетел немножко мимо поворота, снова подпустил к себе Александра Шершнева, который в эту гонку вернулся после падения. Ну, и Александр все-таки Егора Фролова догоняет, обгоняет и перемещается на шестое место. Ну, это, в общем-то, не такой плохой результат, да, с учетом того, что у Александра Шершнева здесь было падение, а, как мы знаем, после падения вообще очень тяжело какой-то рим поймать. Что касается Семена Рыбакова, то он спокойно завершил борьбу в этой гонке и выиграл ее. Соответственно, у Семена Рыбакова очень хороший бой результат. Алексей Орлов в этом заезде стал вторым, Глеб Беспутин третьим. Соответственно, победителем этапа, первого этапа Лемар чемпионата России в набережной Челнах стал Семен Рыбаков именно в этом классе, в классе бои к X2. Алексей Орлов набрал 38 очков, столько же было и у Эльдара Муки Мханова, но за счет более сильной второй гонки Алексей Орлов финишировал в этом гран-при в рамках этого этапа на второй позиции, хотя у них вместе с Эльдаром Муки Мхановом, еще раз скажем, по 38 очков по сумме этого этапа. Ну а Александр Шершнев в итоге ему одного очка всего лишь не хватило до того, чтобы оказаться в тройке. Ну и заключительная гонка, которая входит в наш сегодняшний обзор, это класс MX1. Ну и давайте посмотрим, что во второй гонке здесь у нас будет происходить. Очень хорошо стартовал Артемий Назаров. Артемий Назаров выиграл холл-шот, он был самым быстрым на старте, но мы видим, что там некоторые гонщики и повороты срезали, но ничего страшного, да, это в мотокроссе бывает. Артемий, кстати, в первой гонке финишировал вторым, проиграв Тимуру Петрашину, но зато опередил Евгения Бобрышева. А вот здесь он сразу обозначил, что будет бороться за лидерство, и Артемий Назаров стал лидером, и именно Тимур Петрашин его припристинговал, да, в какой-то момент времени, но потом Тимур уже на 2,5 секунды стал отставать. Тимур Петрашин, который выступает за Каменскую райскую свободу в области, центр технических футболистов имени Щербинина, та команда, за которую выступает Тимур Петрашин. Его отставание от Артемия Назарова в дальнейшем по ходу гонки только увеличилось, а вот Евгений Бобрышев в свою очередь Тимура Петрашина стал постепенно догонять. Ну, вот, вот что, чемпионата мира, и они на сильнейших кончиков нашей страны. И, конечно, Евгений Бобрышев, потрясающий пилот, здесь навязал борьбу Тимуру Петрашину. У Тимура, наверное, 730-й номер, у Евгений Бобрышева 777-й, но такие три сеньорки мы с вами и в чемпионате мира неоднократно наблюдали, причем там было, можно называться, к их командам еще раз скажем. Да, и вот как раз борьба Евгения Бобрышева и Тимура Петрашина. Тимур пока еще здесь на второй позиции располагается, но Евгений, как видим, очень серьезно настроен, и, конечно же, Евгений очень хочет сейчас во что бы то ни стало своего соперника обогнать. Это важно, потому что их борьба за победу на этапе продолжается, но его отапогон здесь по внешней траектории не получился, Бобрышев перекрещивает, в какой-то момент пилоты поравнялись друг с другом, и, соответственно, мы видим, что Евгений все-таки, пусть не с первой попытки, но в этой красивой борьбе Тимура Петрашина сумел опередить, и таким образом Евгений вышел на вторую позицию в этой гонке. Это очень важно, опять же, скажем, с точки зрения борьбы за победу, с точки зрения борьбы за медали набережной Челницкого этапа Лемарк чемпионата России по мотокросу. Ну, там была борьба и в серединке пилотона, Проненко и Баландин сражались за седьмое место, тоже интересные гонщики, Сяслав Проненко и Даниил Баландин, Проненко это пилот из Тимашевска Краснодарского края, Даниил Баландин пилот из Санкт-Петербурга, едут они также на Газгазе и ГТМ, но эта борьба такая, несколько все-таки в серединке, Баландин там проходит, Проненко, ну и дальше была борьба у Даниила Баландина уже не со Святославом Проненко, а с другим гонщиком, с Ильей Рыжих из Пензы, который как раз едет на Юмахе, ну вот здесь 655 номер, да, это Даниил Баландин, он сумел пройти своего соперника из Пензы, и прошел и многих других гонщиков, ну такая интересная здесь тоже была борьба, Рыжих там тоже в какой-то момент сумел, скажем так, перенастроиться, где-то, наверное, морально прежде всего, да, и, соответственно, прошел, боролся он с Баландином, но в конце концов Баландин отбился от своего соперника, и Илья Рыжих не сумел Даниила опередить. Ну а что касается лидеров, то здесь ничего не поменялось, по-прежнему Артемий Назаров на первой позиции, мастер спорта из Приморского края, в первой гонке Артемий Назаров был 20, набрал 22 очка, и был вторым, во второй гонке он победил, соответственно, у Артемия Назарова по итогам двух заездов на стартом этапе Лемарка чемпионата России у нас 47 очков получилось, ну и именно Артемий Назаров выиграл класс МХ1 и стал в этом классе абсолютно лучшим. Что касается второго места по итогам этого этапа, то здесь не забываем, что во первой гонке Тебур Петрашин выиграл, во второй гонке Петрашин был третьим, соответственно, у него получилась вторая позиция по итогам набережной Челнинского этапа, ну и Евгений Бобрышев, третье место в первой гонке, второе место во второй гонке, ну и, соответственно, Евгений тоже поднимается на пьедестал этого этапа, у него в сумме 42 очка. Ну вот таким у нас, друзья, первый этап получился, очень насыщенным, очень интересным, большое было количество борьбы, большое количество сражений, ну и вот они лучшие команды, лучшие пилоты по итогам этих соревнований, которые прошли в набережных Челнах, но еще раз скажем, что календарь этого сезона, Лемарк чемпионата России, он очень насыщенный, не пропустите этапы, смотрите, наблюдайте, я думаю, что будет много-много всего интересно в этом сезоне, ну и, конечно же, лучшие пилоты нашей страны, они будут бороться за золото. Вот такой у нас получился обзорчик, всего вам доброго, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok